Уже накрыли для завтрака, сегодня у нас 13 июля 2018 года, уже аргия на взводе стоит. Звонок! Стояла, стояла. Бегом, я сказал, веришь назад. От дверей снаружи. Так, где Марина? Мариша! Чё такое? Чё, каждый раз уговариваешь, что ли? Звонок ударили для всех. Ещё в руках были, оставь, потом возьмёшь. Звонок, все ждут, чтобы больше этого не было. Звонок абсолютно для всех. Господи, слава Тебе! Боже, Ты дивно велик! Слово Твое живо и действенное, ежедневно учит нас, как угодить Тебе. По слову Евангелия научи нас жить. Хвала Тебе, Господи, слава! Благослови нашего брата и езду в пути, и добрых попутчиков дай. И ангел-хранитель да сохранит всё, что есть у него. Слава Тебе, Отечественный Святой Дух! Аминь! Аминь! Так, кто у Вас старше был? Ты ставил старшего? Нет, я только... Два человека поставил, обязательно с кого-то спросить надо старший. Так, у Вас пяти, конечно, и звезда мне показалась. Может, неправильно я понял? Значит, их убрать нужно. Убрать. Ну, всё, ничего нет, потом. Это была Нина, она взяла и добавила новые звёздочки. Вышивала сидела, видела? Всё исчезло. Значит, или её ликвидировать или что? Это не христианские знаки. Это враждебные христианцы силы. Так. Ну, и кто старший-то был? Я им дал задание и всё. Отвечай, ты старшая была. Всё. Как работали? Нормально вроде работали. Хорошо даже. Понятно. Посмотри на это. Вот этот вырез, для чего сделанный? Не у мужчины это нет, а только женщины. Этим заниматься не надо. Вы все одинаковые. Зачем? Вот это сделать за шею, а дальше на это делать. Чтобы нигде у Вас не было ниже. И ты это вот так вот, за шею это. У мамки научилась? Я никак не приучу Вас к этому. Это не надо. Вы делаете с добычей нехороших людей. У меня опыт. Одна девочка только одевается, как следует читать в Англии. Где ребята не подходят. Они как обожженные вокруг неё. Ходят, близко не приближаются. А это он где-то никто не видит, он спереди, сзади схватит. Даже в лагере. Даже там, где я сурово наказываюсь за это. Послушайте внимательно. Мы говорим жить по Евангелию. Я в четырех часов в интернете. Опять натёрли морковку тогда. С глазами. И там выставили предупреждение. Наше общество. Детей рабство. Я понял, к чему это выставляется. Нам по-другому нельзя. Она не будет работать, она умрёт. А их там кто-то не касается разве? Рабство, когда заставляют работать маленькие мальчики, там 12-13 лет, им кирпичи накладывают, на десятый этаж заносят. Показывают в странах Южной Америки. Это другое. Их нанимают на работу. У нас никто не нанимается. Мы живём. Колорадский жук сжирает. Полу огорода уже нет. Смёл. Мы не будем с ним бороться. Дальше что будет? Голодная смерть. Нам никто не даст. Каждый за себя бьётся на своём участке. И потом эти претензии к нам совершенно не подходят. А ты-то считаешь? Считаешь, сегодня же тебя отчисли выгонят отсюда? А зачем ты нужен? Мы картошки раньше давали 4 полных ведра на костёр, как каждую пятницу. Это мы. Здесь в лагере. Один год мы собрали 1400 ведер. Девчонки работают здесь в обслуге. Волонтёры. У них ни граммы, ничего нету. Так они приехали, картошку привезли и машину мне дали. И там они пошли сдали её по дешёвке. И хоть себе там что-то купили. Нам по-другому нельзя. Мы работаем на себя. На себя это не рабство. Но я вышел и мне надо в огороде потяпать. Это рабство. Мы в пятилетнем возрасте на колхозных полях сгорали там. Тогда не было этой обработки. С Америки, с Германией не покупали этот яд, от которого раньше времени умирает. Труженики сельского хозяйства. Я зашёл, проверил. Эти работают. Эти тоже работают. Как может это всё? Мух, лёв. Лев такой сильный. Имя дано. А любой мошки боится. Да какой ты лев-то? Ну прямо двое работают. И мошка рядом. Каждая морщится. Жизни-то никакой нету. Но мошки всё. Мошки не от болота. Они в сухом месте могут родиться. И комары есть, и голуби страдают. Все. И Египет страдал. А жить надо. И жить надо, и работать надо. Поехал, наверное, Лёша там. Алексей. Да, Алексей. Вчера они ездили очень далёко где-то. Так вот. Захожу на кухню. Как могут, работают. Заглянул, никого нету. Но я не поверил сам себе. Меня научил один имам. Я знаю. Он ничего нового не сказал. К нему один подошёл, чтобы посмеяться. Какой ты грамотный. Шейх. Всем даёт ответы. Учитель. А сколько у лошади ног? А он на лошади сидит. Ног у лошади? Он спокойно сел. Слез с лошади. Подошёл так. Одна нога. Два нога. Три нога. Четыре нога. Четыре. А чего ты разве не знал? Знал. Ну раз ты спрашиваешь. Тебе виднее, наверное. Он его посадил сразу. Бернард Шоу. 93 года живёт. Он уже не всё контролировал. Писатель Америки. И встретился со старым товарищем. Но помоложе его. Он говорит, ой, какой ты стал. Скажи, а я тебе так же противен, как ты мне. Вот возьми его. Так же противно смотреть. А там идёт бизнесмен. Он как это называют? Мистер Твистер. Бывший министр. И навстречу ему. С дороги. Я никому не уступаю. Никаким дуракам. Он. А я им всегда уступаю. Он его никак не назвал. Понимаете? Вот это всё надо знать. У Наполеона был очень талантливый человек. Талейран. Министр иностранных дел. Он, кажется, трёх императоров пережил. Но прихрамывал. И какое-то он дело сделал не очень выгодное для Франции. И Наполеон его отсчитывал. «Да ты! Хромоногая тварь! Ты готов мать родную продать, да то другое это!» Он до конца высушил его. Потом повернулся. Всё. Теперь у другого допрашивает. Снял плащ и захромал к выходу. Да! Какой великий человек. И как дурно воспитан. И дверь захлопнул. Наполеона уже нет. А эта фраза его так и идёт. Как сказать? Что сказать? Вот в Англии так. У них там мешок шерсти в Высшей Думы. В парламенте. И кому надо говорить? Он должен говорить только сидя на этом мешке. А бывает, кто-то поделал руку в другом конце зала. Ими мешок по головам кидают. Мешок шерсти. Наверное, шерсти не летит из него. Он завязанный. Исаак Ньютон. Он лордом был. Он всегда молчал. И однажды поднял руку. Господа, я хочу слово сказать. Сейчас, сейчас, сейчас. Чтобы не нарушить регламент. Мешок перелетел туда. Он сел на него. Я попросил бы закрыть форточку. И летел. Этот мешок дольше летел, чем форточку закрывали. Я рассказываю. Я загнул дверь. И не стоя этого, щепили ноги у коня или дверь. К слову сказать, из школы вернулась девочка там. Или мальчики говорят. Мне учительница тройку поставила. А что так мало? Маленько неправильно ответила. А что она спросила. Сколько у лошади ног? А я сказал три. А другие хуже ответили две. Он даже лучше ответил. Три. Три это бывает. Конь еще может схромать. А на двух курицах только ходит. Я открыл дверь. Ба. А тут в этом уголке. Отсюда его не видно. Кто тут сидел? Подними руку. Повыше, чтоб тебя видно. Подойди сюда. Слушайте внимательно. Все получается. Если я не так, ты меня на полословия останавливай. А что ты сидишь? Лежу. Он взял книгу. Вот отсюда вот. Вот эту книгу. Это не библиотечная книга. Это показать. Рукой задевать нельзя. Что лежит. Здесь это мое. Если пятые какие будут. Любой, кто покупает, скажет, что ты мне даешь замусоренное. А он никакой сидит. Он нашел время. Да. Сорока лет не считал. А тут вдруг такая жажда напала знанием. А что ты сидишь? Это уже одиннадцатый час. А меня никто не нанял. Сидит праздно на скамейке. Вы поняли? Это притча. Его никто не нанял. Я говорю, совсем? Совсем. Ну я говорю, ладно, пойдем на улицу. Подхожу, ребята. Владимир Юрьевич. А вам кто работу дал? Володя. Вот это. Дядя Вова, мы с тобой. Пащенко. Так. Эти стоят тоже. Этот от комаров отбивается. Я не стал спрашивать, кто ему разрешил комаров наших давить. Лев, он давит лапой. Комаров только уши шаборщат. Этот пилит. Вот гнилушка там в пилу. Два раза дернули, отлетела. А кто нанял? Все отвечают. Дядя Вова. Пошел дальше. Наши девицы сидят там в траву. Там можно развернуться-то. Всех по одной я спросил. А тебя кто нанял? Дядя Вова. А тебе кто повелел сюда? Да. А тебе кто разрешил? По порядку. Все. Дядя Вова. Больше нет. А где Сергей? Сергей делает, не думайте, просто такая работа. Он работает на самой опасной работе. На самой опасной. Я разговариваю с чемпионом России. Это раньше было. Учили не так, как сейчас. Я говорю, а как ваша собака была? А у меня собака была. Ухо повредило. Он мне ее продал. И мы с ним сошлись. Он немец. Я, говорит, утром всегда стою на два часа раньше. В шесть мне надо бегом бежать до завода дойти. Я тренируюсь. Я на два часа раньше начинаю заниматься с собакой. А где я достали? Однажды в одном селении я ехал и увидел собака привязанная. Но он знаток. Он сразу определил, это очень хорошая собака. Я попытался подойти не под каким видом. Хозяин подошел, денег дал. Он сразу отдал его. Он злой такой. И показывает. Руку от него шрамы, которые ему собака нанесла. Это. И он ее сделал. Капую. Сергей Павлович знает. Он с собаками запросто говорит. Но эти собаки, они не знают, что он такой сильный и здоровый. Она его раз и сапнула. И сапнула так, что он пришел и ходил повязанный. А в одном месте я слышал. Он по базару шел. А этот щенок почем? Не успел сделать, то щенок его хватил. Вот смотрите на него, улыбается. Вот так поэтому знания твои, где помогает, а где они могут не сработать. Почему это животное? У него есть свое рассуждение где-то. И он остался один. Прошли. Я ему давай показывать, где там собаки. Провел везде. Вот полени сад мы. Ребята сносили. Все. Он ходит не как и совершенно спокойный. В одиннадцатом часу его и нанять-то еще трудно. Я его хочу вписать в английскую притчу. Чтобы этот динарий-то дать ему. Ну дальше еще. К Володе. А Володя на огороде поливает. Пойдем, Володя. Володя, тебя кто нанял? Я сам тут знаю, надо поливать скорее. Он хозяин тут. Это его дом. Ну почему? Он для всех трудится. Понимаете, утреннее, раннее, сегодня вот такая история. Стоит рядом. Что он думает, я не знаю. Ну где-то, видимо, иногда у него там что-то мигает. Вот так сбегает. Голубо. Как ему не лень было, думаю. Посмотрел. А этот говорит, как говорят, самое хреновое поле из одного хрена состоит. И вот мы на этом поле застряли. Володя говорит, вот эта солома лежит, а не солома. Там под ней в земле морковка растет. Эту морковку на зиму надо. Еще там нет. Он поливает. Я не знал, что у него там насос еще стоит рядом. Не из этого колодца. Я это правильно сделал. Так, Виталий, я еще неправильно сказал про тебя. Правильно. Правильно. Ты знаешь, вот мы обычай, который был не обычай, а человеческий, перенесли с лагеря сюда. Вот сюда. Когда человек не хочет работать, я его не заставляю. Я ему предлагаю. Ты не работал. Я тебя лишаю завтрака или первого, второго, смотря как он ленился-то. Или три горячих крапивы по мягкому месту. Ты чего избираешь ребенок другой? Да лучше без завтрака. Ну и сиди без завтрака. А другой, завтрак лучше накажите. Вот прощаю тебя за то, что такой смелый. Ну так было. Так было. Я люблю храбрых ребят. Нормально, Тимопей. Лев, не поддавайся мушкам. Ты их одолеешь все равно. А у нас же дядя ледра едет сейчас, и ни один комарик его не тронет. Так. Человек, который наказан, он должен быть здесь, лицом повернуться вот сюда вот. Не сидеть, стоять и смотреть, как другие едят. Ты понял? Господи, Святой Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Садимся за стол. Вот, правда, одного. Подвесим, сейчас вы туда держите. Так, Оля. Хорошая, приятная. Родит тебя такой. Патар, заливайся. У него есть столар. Мы надо разбудить. Я его глушу с утра пораньше. Подождите, не ящики, дети. Святую водичку. Это много. Проспорт давай только маленький кусочек. Разробить. Водичку Святую попейте себе, давай. Я люблю. Так, ручку так только давай. Вот, смотри, поклади нам Юрьевичу. На, покажем Проспорту. Святой водой, чтобы не болели. Да, да, да. Своей лодочкой. Хороший. У меня есть, потому что не дайте еды, никогда. Из-за не ели дети? Коротень. На. На сейчас бегут. На. Лучку, подавай, чтобы я не сыпла. маленьких детям быстро, но не лить на другую несите ложку а вроде я просил мешочек моих сухарей наложить я сейчас скажу не трогай семечки мои семечки из мешка я возьму дворец а где мешок? а мешок то где? он подвешен а где? мышек ему не подойдут? вон наверху висит только всего давай сюда его это мои сухари я их сушил и они быстро размокают они это не в прихоти давайте его наносим сразу на место вот смотри я повторяю один раз сушил вот таких вот полных мешков двенадцать мешков и привез и сразу нуждающимся и даже один приехал с другой местностью держи так это из мухи которая мне предпринимательство дает мы отдаем мы отдаем нашей сестре мы отдаем нашей сестре пол мешка ей пол мешка нам и она сама готовит подсушивает а потом мы еще давай еще все сухари медленно размокают я не могу есть а этот сразу размокает это в домашних условиях хорошо эти сухари не тоже поладят потому что они мне нужны все вот там еще там второе так это а я не поняла ну ладно все убирай хорошо я благодарю а это окошко рыжая уже сходила с утра осмотрела все окрестности молодец так вот этот там сейчас динали такой жир у тебя садись так Виталию динали отдаем вот смотри как не попадается потом не совсем хорошо размножает он не там это это вот вот в